Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и описание к ним по книге Великие музеи мира. Людвиг фон Хоффман. Ноктюрн. 1900 год. Холст Масла. 62 на 83. Людвиг фон Хоффман известен своей многолетней творческой деятельностью в области живописи, графики и литературы. За более чем 60-летнюю практику художник испытал влияние символизма, югенстиля, историзма, группы новой вещественности и других направлений. В числе друзей авторитетных для мастеров творцов был Макс Лидверман, Макс Клингер, Андре Ван Вельде и даже авангардист Ганс Арт. Данное произведение возникло в период, когда Хоффман много времени проводил на своей вилле в Италии. Стилистически он работал в импрессионистической манере символизма и историцизма. Его интересует тема античности, он стремится создать в своих полотнах идеальный мир золотого прошлого человечества. Мастер очень плотно кладет краски на холст, создает живую поверхность. В центре внимания портрет молодой незнакомки. Она с интересом смотрит на зрителя, ее открытая улыбка привлекательна. Справа на картине изображена практически идиллическая сцена купания девушек, которая безмятежно проводит дни в далекой стороне молодости, счастья и беззаботности. Примечательно и символичное название работы «Ноктюрн. Традиционная католическая музыка», возникавшая еще в Средневековье, это намек на древние традиции, ушедший мир золотого века. По религиозным обрядам его исполняли утром, в часы рассвета. Возможно, особое ощущение свежести, изображенного как раз и связанное с тем, что действия происходят так рано. С 19 века «Ноктюрн» стал означать лирическую мелодию, в которой преобладает стремление к идеалии. Художнику удалось создать небольшой кусочек тихого, мирного места, где правят природа и красота. Вот такое описание по книге «Великие музеи мира» к работе «Ноктюрн», автор Людвиг фон Хоффман, 1900 год. Пока-пока, до свидания, всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok